Несмотря на пандемию, отрасль образования в республике справилась с задачами, поставленными на 2020 год. Сложная эпид-обстановка, переход на дистанционный формат обучения и другие вызовы не помешали региону достичь хороших показателей. Так, например, в этом году удалось ввести в эксплуатацию сразу несколько новых школ в Сытовкарской орбите, Красном Затоне, Часово и Дутово. Вот-вот завершится строительство и в Визинге. Новые здания не только делают процесс обучения более комфортным, но и, что важно, решают проблему двух смен. В следующем году работу по этому направлению планируется продолжить. В 21-м в Помоздино появится новая школа на 400 мест. Здесь задача остается неизменной – это обеспечение доступности и качества образования. Также планируется открытие детских садов двух и школ, которые тоже сегодня ждут уже в 21-м году своего такого знаменательного события. Поэтому те задачи, которые отрасль ставила, они выполняются. Это придает некий импульс и, наконец-то, часть многолетних проблем, она начинает сниматься. Продолжится работа и по открытию новых точек роста. В ближайшие три года образовательные центры естественно-научного, гуманитарного и цифрового профиля появятся в 60 сельских школах. Материально-техническая база в образовательных учреждениях должна идти в ногу со временем. Новые технологии придут и в город. В следующем году Министерство образования планирует опробовать удачный опыт кванториумов в школах Сыктывкара, Ухты и Воркуты. В целом, на развитие сферы образования на трехлетний период предусмотрено более 73 миллиардов рублей. Это семь основных направлений. В первую очередь, это реализация программ дошкольного и общего образования. Это мы делаем через передачу субвенций муниципальным образованием. Следующее, это финансирование наших государственных учреждений, в том числе учреждений профессионального образования и социальное, стипендиальное обеспечение наших студентов. Немаловажным является направление финансовая поддержка, денежная компенсация классным руководителям, организация питания школьников с 1 по 4 класс, организация оздоровления и отдыха детей, ну и, конечно же, строительство и укрепление материально-технической базы, создание безопасных условий.